Ох, 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 Янчик, что, началось? А, не, подожди, рановато же ещё вроде бы. Что, да, дай, дай, воды хлебну. Привет, Саша, как дела? Да, да как, как дела могут быть? После твоего смс срочно приезжай, нам надо поговорить. У меня как-то все дела сразу закончились. Я с совещания сбежал. Что, что, что случилось? Саша, у нас реально очень серьёзное дело. Мы что, уже на пятом месяце? Ага, я понял. Всё, я еду за шаурмой в другой конец города. Нет, Саша, подожди. У нас реально серьёзный вопрос. Так, какой вопрос у нас? Так, подожди, сейчас роддом я оплатил, значит, коляску и кроватку детскую я купил. Ремонт в детской мы сделали, кумовей нашёл. Что ещё? Что? Что? Саша, нам нужно срочно выбрать имя нашего малыша. А до вечера это не могло подождать? Саша, тебе что, не важно, как будет звать нашего ребёнка? Ну, конечно, ты ещё скажи, что тебе наплевать на собственную жену. Конечно, у тебя работа всегда на первый день. А ребёнок в школу без имени пойдёт. Ладно, ладно, всё, всё, тихо, успокойся. Мне действительно важно, как будут звать нашего ребёнка. Да? Тогда я немножечко подготовилась. Смотри, нам нужно выбрать первую букву имени нашего малыша. Ой, это надолго. Я так понимаю, наш сын в школу без имени пойдёт? Почему нельзя назвать ребёнка в честь моего отца? Кирпич. Кирпич – это у него кличка во дворе. А так он Сан Саныч. У нас вообще семейная традиция такая. Мы всегда называем своих детей в честь отца. Да, я Сан Саныч. Отец мой Сан Саныч. Дед мой Сан Саныч. Прадед мой Сан Саныч. У нас все Сан Санычи. Я не понимаю, почему ты не женился на Александре? Это лучше, чем на Яне Ольбертовне. Саша, я вообще не понимаю, как можно назвать ребёнка в честь своего родителя? Ты это нормально. У нас вон пол работы. Сергей Сергеевич у нас начальник, да? Алексей Алексеевич – водитель. Пал Палыч у нас зам его. Пётр Петрович у нас завскладом. Да у нас Дим Димыч – сисадмин. Как фиксик. Я даже не сомневаюсь, что ты сына можешь назвать фиксик. Ян, ну честно, я же ради тебя стараюсь. Так ты крикнешь? Саша, кушать! И мы вдвоём раз и прибежали. Здорово! А за вами ещё твой отец и твой дед. Как прибегут, как налетят на эту еду. Саша, ну я хочу, чтобы у ребёнка было какое-то необычное имя. Какое? Пиноккио? Бармалей? Сталин? Нет, ну я хочу какое-нибудь оригинальное имя. Эм, Евлампий, Всеволод. Яночка, да ты послушай. Сейчас, наряду с этими всеми Глебами, Лукьянами, Тамерланами, Сан Саныч будет самое оригинальное имя. Саш, ну я хочу, чтобы у нашего сына было красивое имя. А я хочу, чтобы у нашего сына лицо целое в школе было. Его вон воспитательницы в детском садике бить уже начнут, потому что его имя не будет на шкафчик влазить. Всё, решено. Своего сына я называю сам. Всё. Вообще-то мы с тобой решили, что если будет девочка, то называю я, а если мальчик, то называем оба. Пусть судьба решит имя нашего ребёнка. Вот книга. Берём сейчас. Пускай это будет 76-я страница, третья строчка сверху. Да, и какое имя будет, так сына и назовём. Всё. Давай, давай. Сан Саныч сел на диван и закурил? Серьёзно? Сан Саныч. Капец, вот это да. Вот это судьба. Ты видишь, как совпало-то. Саша, что совпало? Ты это выражение фломастером обвёл. Хорошо. Давай так, пусть это будет 23-я страница. Сан Саныч налил себе стакан водки? Тринадцатая. Сан Саныч вышел из дома? Первая. Сан Саныч проснулся? Саша, эта книга называется «Приключения Сан Саныча». Видишь? Я сыну уже и книгу купил. Так и честно. Ладно, хорошо. Давай так, на удачу. Сейчас монетку подбросим. Если это орёл, называем Сан Саныча. Если решка, называй как хочешь. Поехали. Орёл. Ладно, давай ещё раз. Орёл! Всё, контрольный. Пожалуйста. Орёл. Дай сюда монетку. Нет. Монетку дай сюда. Блин, Саша, у тебя тут два орла. Ну, это редкая юбилейная монета. Один орёл Сан Саныч, а второй орёл Сан Саныч. Два дятла с одинаковым именем. Яна, ну не начинай. Это лучше, чем Варфоломея или Евлампий. Хорошо, давай назовём Григорий. Кеша, как попугая? Джек. Как собаку? Том. Как кота? Генри. Как хомяка? Альберт. Как бомжа? Вообще-то так зовут моего отца. А я так бомжа у нас в подъезде называю. Ему нравится, он так всё время... Ну, Яна. Саша, давай назовём его тогда Егор. Как твоего бывшего? Господи, я даже об этом уже не помню. А я помню. И всякий раз, когда ты его будешь звать кушать, я всегда буду об этом вспоминать. Да он сиську сосать будет, я от ревности просто взорусь. А как твою бывшую звали? Александра? Да. А отчество какое было? Вот. Александровна? Угу. А чё ж как-то не сложилось-то, а? Вообще было бы не семья, а мечта. Назвали бы ребёнка Сан Саныч. И было бы просто прелесть. Шура, Шурик и Павлович Шурец. Так, мы сейчас пазды складываем вообще. Или имя ребёнку выбираем. Хорошо, Саша. Давай посмотрим что-нибудь в интернете. Хорошо. Вот, читай. Цезарь? Густав? Раймонд? Гаспар? Ян, да это название салатов. Давай сына тогда Оливье назовём. Или нет? Винегрет. Винегрет Александрович. Ну вот смотри, Саш, сейчас самые модные имена Клим, Матвей и Архип. Так, Ян, выходи с сайта староверов. Сейчас мода на старые имена. Александр, это же древнейшее имя. Ему больше двух тысяч лет. Ему больше двух тысяч лет. Сам македонский его носил. Сейчас Лукашенко донашивает. Хорошо. Давай, давай, может быть, по гороскопу определим, а? Вот смотри. Если он родится в августе, значит, он будет по знаку зодиака Лев, значит, будет Лев Александрович. Красиво. А если ты его раньше родишь? Что, он раком будет? Раком Александрович? Давай пройдём тест. Яночка, мы этот тест пять месяцев назад проходили. Мы поэтому сейчас имя и выбираем. Ну, Саша, это реально очень классный тест. Ребёнок сам выберет, как его назвать. Я сейчас должен прям спросить у него, да? Окей. Хорошо. Сыночек, скажи мне, пожалуйста, а как ты хочешь, чтобы тебя назвали? Вот прям так и сказал. Батя, назови меня, Сан Саныч, не прогадаешь. Ой, Саша, прекрати, ну я серьёзно говорю, что это очень классный тест. Вот ты называешь имя ребёнка, и когда он стукнется, значит, он это имя и выбрал. Давай, сейчас проверим. Так, сына, как тебя назвать? Ян, Варфоломей, Мирослав. Блин, что-то живот начал бурчать. Да потому что его тошнит от этих имён, да, Сан Саныч? Саш. Ладно, всё, давай, продолжай свои иезуитские имена, давай. Саш, он стукнул. Сан Саныч? Да. Сан Саныч! Ай! А, вот она моя борода, Сан Саныч! Саша, прекрати, ну так, мальчики, оба прекратите. Ну так, что ты, согласна? Ну хорошо. Только когда родится девочка, назову её я. Я даже имя придумала. Джессика. Яна! Да у меня так собаку у бабушки звали. Саша, ну ты очень красивое имя. Джессика? Джессика Александровна? Ой, я тебя умоляю. Ну... Саша, ненадолго поменяешь своё имя. На что? На Джек? Джон? Джессика Джоновна? Это звучит вообще как пароль на Wi-Fi. Чтоб никто не догадался. Саша, я назову Джессика. Ну почему нельзя назвать просто? Александра! Потому что она будет Джессика! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...